С вами Денис Новожилов. Скорее всего, не накажут. Родителям двухлетнего мальчика, на которого на детской площадке в подмосковном Одинцове напала прохожая, отказали в возбуждении уголовного дела. Мол, серьезных травм после удара ногой малыш не получил. Как объясняет свой поступок героиня скандальной истории, расскажет Анастасия Беккер. Вот аналогично мы катаемся сейчас. Двухлетний Андрей с опаской садится на свой велосипед. Пару дней назад он стал невольным участником серьезного столкновения. Мама с ужасом вспоминает подробности. Нас спасло, что упало на это мягкое покрытие на детской площадке. А потом, конечно же, мне была обидна за ребенка. Ну как так? Может любой прохожий подойти и два раза ударить ребенка ногой? Ему всего два с половиной года. Он только говорить начал. В распоряжении нашей программы оказались кадры шокирующего инцидента. Видно, как ребенок спокойно едет по игровой зоне. Велосипед резко останавливает некая дама с собачкой. Со всей силы она бьет ногой ребенка. Малыш падает. Женщина спокойно перешагивает через него и продолжает прогулку. Ей показалось, что ребенок сейчас наедет на собачку. Женщина спасала собачку. Ну, наверное, можно было спасти собачку, взяв ее на ручки. Сама дама, судя по видеозаписи, полагает обратное. На вопросы шокированных мам она отвечает коротко. Я прохожу к своему подъезду. Вы только что гуляли. Ну, девушка, вам вернется. Вселенная, она все видит. Соседи говорят, даму зовут Александра Маликова. Она часто водит йоркширского терьера по двору. Мы зашли в дом и разыскали квартиру Александры. На пороге появился, похоже, тот самый четвероногий друг женщины, за которого она готова броситься грудью на амбразуру. И мужчина. Это вы, Александра, которая ребенка ударила? Да, я правильно понимаю? Это самая собачка. Предполагаемый супруг Александры, возможно, прятал даму за дверями. С жалобой на хозяйку терьера мама Андрея сразу обратилась в полицию. Однако принимать заявление в местном отделе отказались. В ходе проверки установлено, что заявительница в медицинское учреждение не обращалась. Телесных повреждений у ребенка не зафиксировано. По данному факту сотрудникам полиции собраны необходимые материалы, которые будут направлены в Одинцовскую городскую прокуратуру. Эксперты говорят, что полицейские часто не видят преступлений в подобных случаях. Но это вовсе не означает, что преступления нет. Бывают такие случаи, когда некоторые нерадивые сотрудники полиции по сути отказываются в проведении совершенно законной проверки и в возбуждении уголовного дела. Причиной для отказа в возбуждении уголовного дела, на мой взгляд, является вот такое вот внутреннее понимание, что страшно в этом ничего нет. Ну, раз пнул, ну какие тут проблемы. Детская площадка вообще, как оказывается, небезопасное место отдыха для маленьких гостей. Дети рискуют получить травмы не только на спортивных тренажерах, качелях или горке. Малышей могут травмировать и вдруг чем-то недовольные взрослые. А это кадры из Архангельской области и тоже сделаны на детской площадке. На записи четко видно, как мальчик в зеленой куртке нечаянно сбивает другого малыша. Разгневанный отец действует решительно, хватает виновника и со всей силы швыряет его на землю. Ребенок не может встать, а взрослый агрессор отыгрывается еще и на двухколесном транспорте. Мальчик получил травмы, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время личность мужчины установлена, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия. Десятилетнему мальчику причинены ушибы, диагноз и трясение головного мозга пока остается под вопросом. Психологи уверены, что взрослые бьют чужих детей в состояние аффекта из инстинктивного страха потерять собственное чадо, а в некоторых случаях домашнего питомца. Однако инстинкты надо уметь держать под контролем. Если поведение взрослого переходит границы, нельзя оставаться равнодушным зрителем. Взрослым людям нужно как-то встряхнуть этого человека и защитить ребенка с собой, заслонив, просто вот так вот сделав два шага вперед и заслонив ребенка. Если ребенок все же пострадал от буйного взрослого, необходимо зафиксировать травмы малыша. Только так можно добиться тщательного расследования в полиции, считают эксперты. Если возбуждение уголовного дела было отказано и данное решение не удовлетворило заявителя, он вправе обжаловать его в установленном законном порядке в прокуратуру или в вышестоящем руководству. Без полиции привлечь агрессоров к ответственности не удастся, говорят юристы. Так же, как возместить понесенные на лечение затраты. После этого, как уголовное дело будет возбуждено, человек будет признан потерпевшим и будет определенно обвиняемый. Следует подавать гражданский иск. Выплату компенсации пытается добиться и мама Андрея. Она уверена, что дама с собачкой рано или поздно принесет свои извинения и уважать станет не только ее сына, но и других детей на площадке. Анастасия Бекер, Александр Бекаревич, Михаил Пашенцев и Рамиль Батыров. Москва, 24.